Девушки отдыхают Россияне нужны! Россияне нужны стране! Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей. Ты что, какой ребенок? Ну я вообще-то так, для удовольствия. Какое нахрен удовольствие? Ты что, дельфиника? Сейчас каждый, сука, секс должен работать в интересах страны. Ценность семьи, у которых 2-3 и более ребенка, это должно стать престижным, это должно стать модным. Короче, у меня времени нет. Давайте, заполняйте документы. Подождите, какие документы? Давайте, давайте. Государственный заказ на ребенка. Ради ему! А дальше вообще жуть, беспрецедентная по нынешним временам. 14-минутный сатирический хоррор целиком есть на Ютьюбе. Миллионы просмотров, тысячи комментариев. Пока листаем, мотаем, замечу. Юморезка рожай, вся эта злоба дня была в федеральном эфире. О последствиях пока не сообщается. Комментарии избранные. Плюс 400 тысяч черных пакетов дай стране. Не до операции требует мясо рожай. Теперь каждый секс должен работать в интересах войны. 3 минуты 15 секунд свежих могил. Это видео в оригинале продолжительностью 3 минуты 15 секунд. Человек просто идет молча и снимает. Полностью видео, при желании. Можно посмотреть вот тут. Телеграм-канал независимого, правда, независимого СМИ. Из Томска ТВ-2. Публикация от 20 апреля. Боевой листок за апрель 2024 года. Про смелую Россию настоящего. И все-таки она существует. И вот один из жителей этой России. Священник. Он выступает против войны. Государство его за это наказывает. А прихожане поддерживают за это же. Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал архиепископа Виктора Пивоварова на 150 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. За вот эти слова, в том числе, творцы этого высшего зла духом полностью уподобляются сатане. Цитата из статьи, которую написал священник и опубликовал в интернете. Статья называется «Что есть эта война?» Архиепископу Российской Православной Церкви Эсхатология 87 лет. Вину в совершении преступления он не признал. От своих слов не отказался. Большая часть штрафа будет взята из денег, изъятых у священника во время обыска. Остальную часть собирают прихожане. 15 апреля на сайте Московской епархии опубликован указ за подписью патриарха Кирилла. Священник, который проводил панихиду на могиле Алексея Навального, запрещен в служении на три года. Иерея Дмитрия Сафронова понизили до псаломщика и отправили в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве для выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель. Как отмечает телеграм-канал «Православие и зомби», все якобы из-за того, что священник не прочитал молитву о победе Святой Руси. Покаяние от него начальство так и не дождалось, от своих слов он тоже не отказался, в частности, от вот этих. Как завещал нам Алексей, он нам просил нас не сдаваться. И вот не сдаваться – это очень правильные слова, не только в физическом смысле, но и в духовном. Потому что, когда я опускаю руки, когда я перестаю что-то сделать, то наступает духовная смерть. Апрельские фотографии с могилы Алексея Навального. Цветы, уточки, ракета ко дню космонавтики. И вот записка. Спасибо. Прости. 2 апреля 2024 года. Добрый день. Сегодня ровно два месяца, как Алексей нет с нами. Николай Ляскин – друг Алексея Навального. Экоактивист, политик. Помогает собачьим приютам, собирает вторсырье, ведет телеграм-канал. Живет в Москве, никуда уезжать не собирается. Поддерживает политзаключенных. И сегодня я пришел сюда почтить память Алексея. Но я считаю, важно не забывать. Про Алексея много людей вспомнило тогда, когда он умер. И Алексей был одним из тех, кто говорил всегда поддерживать и политзаключенных. Смерть Алексея показала нам всем, как беззащитны люди в тюрьме. И вот что, например, нужно прямо сейчас. Рубрика «Доска объявлений». Питерское издание «Бумага» 11 апреля опубликовало интервью с другом политзаключенной Сашей Скочеленко, Алексеем Белозеровым. И он рассказал, как реально помочь художнице, которую осудили на 7 лет, за антивоенные ценники в магазине. Для Саши важно, чтобы она могла до какой-то степени обеспечивать себя сама, своим творчеством. Ей можно и нужно заказывать иллюстрации, например. Для связи вот этот телеграм-бот. Осталось совсем немного, до необходимых 245 тысяч. Проект «За одно» объявил сбор на оплату адвокатов и поездки в колонии к Александру Мартынову и Людмиле Разумовой. Они антивоенные активисты. Александра приговорили к 6,5 годам заключения, а Людмилу к 7. Вообще на этом сайте платформы взаимопомощи «За одно» десятки подобных просьб от людей, которых преследуют прямо сейчас в России за слова и гражданскую позицию, и которые нуждаются в помощи. И последнее в рубрике «Доска объявлений» такое, что ли, психотерапевтическое. Редакция интернет-издания «Женская правда» 17 апреля представила свой 40-й номер. Там и про любовь есть, и про детей Донбасса. И актуальный конкурс эссе на тему «Моя жизнь во время трагедии». Подробности вот тут, в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления. Есть такой праздник – День российского парламентаризма 27 апреля. По случаю рубрика «Памятная дата». Ее представляют отчаянный депутат из Якутии и отчаявшиеся москвичи. Начнем с депутата – Александра Игнатьевича Иванова. Мы когда-нибудь себе признаемся, друзья, что мы на самом деле занимаемся только имитацией. Имитацией государственности, имитацией гражданского общества, имитацией экономической независимости. Вот Конституционный совет – это орган, который сидят люди, получает зарплату и рекомендует нам. Но этой рекомендации никто не слушает, например. А гражданского общества – вот сегодня мы в общественной палате выбирали 20 человек. Члены «Единой России» сидят со списком в телефоне, подобрали, кого надо, проголосовали. И какая общественность, вы говорите? Нет у нас общественности. Мы просто своими руками вот эти институты на самом деле давим, давим, давим. И это не есть хорошо. Про имитацию экономической независимости я вообще молчу. Это лишь короткий фрагмент речи Александра Игнатьевича Иванова 23 апреля на 6-м пленарном заседании Государственного собрания Республики Саха-Якутия 7-го созыва. Увы, никак отреагировать на это видео невозможно. Официальный канал Государственного собрания Республики Саха-Якутия отключил возможность комментировать. Ну, включаем москвичей. Канал «Рус-Ньюз». Опрос «Легко ли быть депутатом?» Избранное. Ну, на самом деле, мне кажется, легко. За тебя уже, грубо говоря, все решают, а ты просто делаешь «да-да», «нет-нет». Ты просто как лицо. То есть, а руки у тебя в другом месте. На этот вопрос очень хорошо сказал один известный, пусть будет депутат. Дума не место для дискуссий. В этом все сказано. Я не знаю тогда, для чего они собираются, раз это не место для дискуссий. Очень легко. Делать ничего не надо. Думать не надо. Ну, вам нравятся законы, которые принимаются в России? Мне нет. Ни один. Сегодня вам плевать, завтра вас посадят. Апрельские протесты в лицах. Слава Украине! Смерть российским захватчикам! Советский диссидент. Публицист Александр Скобов, 66 лет. Задержан 2 апреля. Уничтожение Керченского моста чрезвычайно важно не только с чисто военной точки зрения, но и с военно-политической. В силу крайней болезненности крымского вопроса для Кремля и диктатора лично, это может спровоцировать его на импульсивные шаги, после которых страны НАТО совсем уже не смогут дальше уклоняться от прямого вступления в войну. 17 июля 2023 год. Публикация в телеграм-канале Александра Скобова. Именно из-за этого поста на Александра Скобова было заведено дело об оправдании терроризма. В конце апреля его этапировали из Петербурга в СИЗО-1 Сыктывкара, Республика Коми. Хабаровск. Активист Зигмунд Худяков с портретом Немцова и плакатом «Они и мертвых боятся» в этот раз задержан не был. Город Карачев. Студент Кирилл Чибисов с плакатом «Нет войне, нет Путину». Кирилл был задержан по статье о нарушении правил публичного мероприятия, но Орловский правозащитник Дмитрий Краюхин помог активисту добиться прекращения дела – выиграть суд. Дважды с одиночным пикетом в Москве в апреле выходила активистка Оксана Асачья. В поддержку политзаключенных Жени Беркович и Светланы Петричук и в поддержку правозащитника Олега Орлова задержали – отпустили. В прошлый раз, когда меня задерживали в Раменском, полицейский сказал, вот зачем вы выходите? Тогда это был пикет в поддержку Олега Орлова. Он говорит, зачем вы выходите? Посадили и похрен. Я говорю, что так недопустимо думать, потому что сегодня вам плевать, завтра вас посадят. Скажите, а почему надерживают? Почему надерживают? Ты не видел, что на плакате? Да, нет войны. Спасем жизни россиян. А, спасем жизни россиян. Понятно. Вот за это забирают у нас. Что-то удивляться. Если мир в мир говорят, а их за это судят еще. На жителя Новосибирска Илью Цыпко составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Дело будет рассматриваться в Новосибирском центральном районном суде. 27 апреля, город Новосибирск. Активист Константин Виноградов с пикетом стоит сегодня у нас. Нам сейчас президент говорит, что надо рожать детей. А как рожать детей? Заводить семью, если нет? На это никаких средств, это очень большие расходы. А Константин Виноградов задержан не был. И в конце концов, новости культуры. Ровно две новости. Независимый театр в Воронеже попросил о помощи с оплатой долга перед собственником бывшего здания. Собственники дворца культуры, где театр находился почти 30 лет, попросили актеров съехать. Причины – нарушение условий договора и провокационное поведение руководителей. Худрук Борис Алексеев опубликовал картинки с лозунгами против войны в Украине. В итоге, жители города за три дня собрали необходимые 300 тысяч рублей на оплату долга, а театр уже в новом здании, также арендованном на пожертвование, готовится к премьерам. 25 апреля в саратовском Тюзе во время спектакля «Майская ночь» по произведениям Гоголя отключился свет. И тогда артисты взяли и спели песню на украинском акапелла. Вот как это было. «Майская ночь» Ат-ли-милэйди там за рекою Ат-ли-милэйди там за рекою Славь и колоку Ставь и другое А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего. Субтитры создавал DimaTorzok